Добрый день, пожалуйста, представитель комитета по социальной политике. С одной стороны, мотив понятен, которым руководствовалось правительство при внесении этого проекта закона, в связи с тем, что в 2016 году полноценно не проиндексировали пенсии пенсионерам, не работающим, а работающим вообще не проиндексировали. Но одновременно с этим, если копнуть глубже этот проект закона, мы хотели бы обратить внимание на некие уловки, на которые идет правительство. Первое. Эта выплата коснется только тех пенсионеров, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. То есть Приднестровье, например, Абхазия, Осетия, Белоруссия, эти пенсионеры уже эту выплату не получат. И второй нюанс. Когда в 2017 году будут индексировать в очередной раз пенсии, эта сумма учитываться не будет. Таким образом, будут индексировать не полностью проиндексированные пенсии. Это, конечно, ущемляет права наших пенсионеров, с чем мы согласиться не можем. Но в целом, это такой проект закона от фракции ЛДПР поддержим. И еще один проект закона, который... Подождите, я вот вопрос к вам. А сколько было бы средний размер индексации, если бы правительство все-таки второй раз проиндексировало? Больше пяти или меньше? Больше. В районе девяти тысяч. Ну, а если мы, пенсионеры, не согласны с этим? Не согласны с чем? А мы выйдем на улицу, и все. Мы пенсионеры. С вашей позиции. Жалкие пять тысяч нам в январе дадите. А как нам последний квартал жить? Октябрь, ноябрь, декабрь. Цены-то растут? Цены растут. Инфляция есть. И, к сожалению, очень много... Я бы на вашем изъятии думать надо было, за кого голосовали. За кого голосовали. 15 сентября. Пожалуйста, дальше. И еще один проект закона, который вызывает сожаление, что с этого начинает Государственная дума рассмотрение проектов закона, опять направлено на ущемление прав автомобилистов. Вводят бальную систему штрафов. ЛДПР поддерживать это не будет. К большому сожалению, могут пострадать не только автомобилисты, которые любители, но и грузоперевозчики, дальнобойщики, водители общественного транспорта, персональные водители, водители такси и так далее. Пытаются вернуть систему, когда за повторные нарушения отдельных правил дорожного движения водители будут просто лишать прав. Видимо, уже не могут найти ничего лучше, как просто не допустить человека до руля. Сузили проезжие части, подняли акцизы, подорожал бензин, остается транспортный налог, убрали парковочные пространства, запустили эвакуаторы и все равно вопросы с пробками не решаются. Тогда решили вот таким путем пойти. Мы категорически возражаем и разделяем возмущение абсолютного большинства автолюбителей, что такая система, она порочная и на сегодняшний день просто неприемлема. А вот мы, пенсионеры, скажем вам, зажрались вы, водители, все вам мешает. Думать надо было за кого голосовать. Нет, столкнут уже две категории. Пенсионеры против автолюбителей. Вам поменьше налог, получше дороги. Нам ехать некуда. До кладбища пешком дойдем. Продолжение следует...